Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 16 августа. Если дует теплый ветер, то зима пройдет мягкая. А вот что нам скажут синоптики, узнаем из фодок гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Один миллион человек примет всесезонный курорт Архы с концу этого года. Эта информация прозвучала на пресс-конференции от представителей руководства курорта и Минтуризма Карачаева, Черкесии. Основными темами на повестке встречи стали культурно-просветительские проекты в Архызе и строительство нового аэропорта. О том, насколько будет увеличен турпоток в нашу республику в 2030 году, сейчас мы узнаем. Полтора миллиона туристов насладились уникальной природой Карачаева, Черкесии за полгода. Из них 750 тысяч посетили Архыз, поделился с прессой информацией генеральный директор курорта Архыз Роман Керанчук. Конечно, основной поток на сегодняшний день формируется благодаря зиме, но и летом туристы с удовольствием приезжают. Сейчас ежедневная сводка по посещаемости – это порядка 2000 человек в день. Есть гости, требующие активного отдыха, есть гости, требующие семейного отдыха, есть гости, требующие научно-популярного культурного отдыха. Мы стараемся ответить на все запросы разной клиентской базы, на наши потребности гостей. Летний турпоток на Архыз вырос за счет новых точек притяжения событий. На курорте произошли важные инфраструктурные изменения. Для этого с самого начала стройки была проведена масштабная работа и поставлены амбициозные цели. На сегодняшний день их воплотили с успеха. Я уже отмечал ранее, успешная практика, можно сказать, когда государство заходит и с нуля в поле создает курорт с помощью региональных властей. Здесь могу отметить, конечно, и нужно отметить, что это личное участие и большое внимание главы региона в развитии и становлении этого курорта, соответственно, федеральных органов власти. И вот государство создало этот курорт, показало его экономическую целесообразность, его эффективность и потенциал, огромный потенциал для развития. Уже в этом году для летнего семейного отдыха в Архызе создано 15 новых локаций, учитывая то, что прошлым летом были только прокат квадроциклов, прогулки на лошадях и 27 километров экотроп для трекинга. Еще на курорте впервые организовали и большое количество трафикообразующих событийных мероприятий. На высоте 2500 метров проводили свадебные церемонии, которые уже стали модными у туристов. Пользуются популярностью фестиваль музыки и науки выше звука. Сейчас на наш фестиваль люди из других регионов, из Москвы, Москва-Казань, Новосибирск, Красноярск, приехали к нам, специально зная про наш фестиваль. На открытом воздухе с видом на горы – это совершенно уникальный опыт, который мы потом переносим в концертные залы. Уже до конца лета заработает канатная дорога «Орбита» с кабинками со стеклянным полом. В планах запуск еще шести канатных дорог и 30 километров трасс по южному склону в сторону Дуки, включая два новых поселка с отелями. По планам «Антера Групп» строительство курорта Архиз будет полностью завершено к 2030 году. В итоге будет создан единый архитектурный стиль для комфортного отдыха туристов. Их количество вырастет до 2 миллионов. Ключевым показателем этой цифры станет инфраструктурный проект строительства аэропорта Архиз. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Карачаева, Черкесия». Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах коротковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северный. 6-11 метров в секунду. Днем порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. В горах плюс 5, плюс 10. Днем плюс 23, плюс 28. И местами плюс 14, плюс 19 градусов. Черкесский переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный. 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Дню плюс 26, плюс 28 градусов.